Всех приветствую! Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли все же сделал татуировку, которую пообещал набить в случае поражения в бою по боксу против блогера Джейка Поло. Вудли разместил в инстаграме фото татуировки «Я люблю Джейка Поло», которая красуется на внутренней стороне его среднего пальца. Напомню, что боксерский поединок между Джейком Полом и Тайроном Вудли прошел всю дистанцию и закончился победой ютубера. После поединка блогер пообещал дать экс-чемпиону UFC реванш, если тот сделал татуировку «Я люблю Джейка Поло». Нашумевший в сети Мурат, он же Исрапила Рамазанов, который прославился в видео, где он с вызывающим поведением не оплатил поездку таксисту, ответил на критику известного бойца Али Багаутинова. Али крайне негативно высказался в его адрес и в адрес людей, которые набирают популярность таким способом. «Тебе что ли меня обсуждать за то, что я сидел и что я делал?» – сказал Мурат в интервью Томаеву. «Занимайся своим спортом, ты же меня не знаешь, чтобы сидеть и обсуждать меня. Кто тебе вообще дал такое право?» «Если есть конкретно, что мне сказать, мы можем встретиться и посидеть». Легковец UFC Ислам Махачев лишился оппонента на предстоящем турнире организации, поскольку Рафаэль Досанец снялся с поединка. Поэтому Ислам обратился к Петру Яну, который тоже лишился оппонента. Петр Ян не проведет реванш с Лжамейном Стерлингом, у которого случился рецидив старой травмы, поэтому российский боец обратился к UFC с просьбой назначить ему нового оппонента. Махачев пошутил в комментариях, обратившись к Петру. «Заодно мне тоже найди», – написал Ислам в инстаграме Петра. Напомню, что Ислам Махачев и Петр Ян должны были провести бой 30 октября на турнире UFC в Абудабе. А в данный момент в сети ходят слухи, что на замену Досанецу выйдет Дэн Хуккер, либо Тони Фергюсон.